Он зарабатывает на праздниках. Во время свадеб и фестивалей работа Ласкара Сабура пользуется большим спросом в Нью-Дели. Но в родной деревне в штате Западная Бенгалия он не уверен, что сможет хоть что-то продать. В мае предприниматель был вынужден покинуть столицу Индии из-за локдауна. И это после того, как в течение нескольких месяцев практически ничего не получалось продать. По словам Ласкара, вместе с ним в маленькую деревню вернулись ещё 1300 человек, а это почти по одному человеку из каждой семьи. Локдаун разрушил бизнес. Мы ремесленники, мы рабочие. Если мы не будем вышивать, мы будем голодать. Мы соблюдали дистанцию, но когда мы сели в поезд, он был переполнен. А потом 50 человек посадили в автобус, который был рассчитан на 35. А это то, что они увидели, когда приехали в деревню. В то время, как тысячи мигрантов направлялись домой, на восточную Индию обрушился тропический циклон Амфан. Он оставил после себя полосу разрушений протяжённостью в сотни километров. Основной удар пришёлся на штат Западная Бенгалия. По словам Мушарафа Саркара, здесь ещё никогда не видели ничего подобного. Сообщается, что ураган, обрушившийся на восточную Индию и Бангладеш, стал самым мощным за последние 20 лет. Мушараф рассказывает, что когда он раньше получал большой заказ, он нанимал 20 человек, которые помогали ему. За последние два месяца никто из них не заработал ни рупии. Правительство выдало нам немного риса. Но как его готовить? Нет ни овощей, ни масла. А ураган Амфан разрушил наши дома. И нет никакой помощи. Чтобы отремонтировать дома, местные жители были вынуждены потратить сбережения и продать драгоценности. Кроме того, в течение 12 дней после циклона в деревне не было электричества. Когда приезжие покинули крупные индийские города, стало ясно, как они там нужны. Но даже в таких деревнях, как эта, во время кризиса стали задумываться о старых моделях миграции. Все они зарабатывали на вышивке. Но из-за пандемии коронавируса и циклона предметы роскоши, которые они вышивали, больше не пользуются спросом. А ещё они хотят работать удалённо. Если бы правительство помогло наладить им пути доставки и гарантировало хорошую зарплату, то никто бы больше не хотел уезжать на заработки в города. «У нас здесь достаточно работы, нам не надо уезжать. Мы хотим остаться в нашем штате. В городе нас не уважают». «Мы застряли дома без работы, и мы не знаем, как свести концы с концами. Правительство должно предоставить нам работу здесь, и во время локдауна». Опасаясь введения новых ограничительных мер, местные жители не хотят уезжать из деревни на заработки. Даже несмотря на разрушение после циклона, дома, говорят они, лучше.